Там, где бархатные склоны гор завораживают взор. Где хрустальной чистотой звенит горный ручей. Где суровые скалы хранят воспоминания о древних караванах Шелкового пути. Там, где свои истоки берет многовековая история сильного и гордого народа. Ингушетия. Магаз. Город солнца. Столица республики. Ворота города – Аланская арка, возведенная в стиле древней ингушской башенной архитектуры в память о былой аланской цивилизации и ее представителях. Главная достопримечательность Магаза – башня Согласия, символ единства ингушского народа. Ее высота почти 100 метров, и это самое высокое здание в Ингушетии. На самом верху стеклянная смотровая площадка, и она как будто парит в воздухе. Мемориал памяти и славы. Посвящен важнейшим памятным датам в истории Ингушетии. Более 250 лет назад, войдя в состав Российской империи и присягнув на верность, славные сыны Ингушетии и сегодня с честью отстаивают интересы своей страны. Мемориал памяти и славы – уникальный историко-архитектурный проект, который является не только визитной карточкой республики, но и символом духа, мужества и стойкости народа Ингушетии. Ингушетия – это насыщенная культурная жизнь и масштабные социально-экономические проекты. Строительство новых детских садов, школ и спортивных комплексов. Курорт Армхи всегда рад своим гостям. В зимнее время ждет любителей горнолыжного спорта. Свои сочные плоды дарит всей России крупнейший на Северном Кавказе сад-гигант Ингушетия. На территории более тысячи гектаров выращивают 18 сортов яблок, а также черешню, сливу, виноград, нектарины и абрикосы. В 2022 году урожай фруктов составил 58 тысяч тонн. На территории республики успешно работают и развиваются завод по производству алюминиевых профилей, оснащенный самым современным оборудованием. Обувная фабрика. Налажено производство полного цикла – от раскроя до готовой продукции. Фабрика выполняет различные заказы, в том числе и от Министерства обороны Российской Федерации, на пошив обуви для военнослужащих, участников СВО. Швейные предприятия. В числе заказчиков – крупные государственные корпорации. Птицекомплекс «Южный» по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, производительностью более 10 тысяч тонн в год. Один из значимых проектов в сфере АПК Ингушетии – современный тепличный комплекс с урожаем до 9 тысяч тонн в год. Создаются научно-технические центры. Ингушетия – родина башен, легенд и мифов. Почитание и сохранение семейных традиций и общечеловеческих ценностей, которые передаются из поколения в поколение на протяжении многих веков. Ингушетия – это богатое духовное прошлое, башенный комплекс во Внушке, уникальная красота заповедных гор. Первые достоверные описания во Внушек относятся к началу XIV века. В горных районах сохранился один из самых древних христианских храмов – Тхаба-Ирды. Находится он на территории архитектурно-исторического заповедника Эрзи. Невозможно представить средневековую архитектуру Ингушетии без башенного комплекса Бишт. Бишт – это уникальный для кавказской культуры поселок замкового типа – был построен представителями древнего ингушского народа. Башенный комплекс Бишт – это более 80 объектов. Его называют музеем под открытым небом, уникальным наследием исторического прошлого, свидетельством особенностей жизни и быта ингушского народа. Древняя Ингушетия – это более 3000 памятников архитектуры. Увидеть Ингушетию, влюбиться в нее навсегда. Увидеть Ингушетию, влюбиться в ресурсах. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»